Вопрос на миллион Коммерческая недвижимость принципиально отличается от некоммерческой Некоммерческая недвижимость это жилые квартиры Это жилье там, где люди живут Коммерческая недвижимость это недвижимость, используемая для бизнеса Коммерческая недвижимость это магазины, торговые площади, офисы Складские, производственные площади Они все относятся к коммерческой недвижимости А ценой коммерческой недвижимости отличается от жилой недвижимости? Да, конечно, отличается от жилой недвижимости И, допустим, складская недвижимость от торговой тоже очень сильно отличается. Также на цену коммерческой недвижимости в первую очередь влияет ее местоположение. Если это первые линии, то есть от Троицки, Воскресенская, то цена, соответственно, будет в разы выше, чем, допустим, вторая линия периферии. Торговая недвижимость, она самая дорогая, самая дешевая, складская. Ну а говоря о коммерческой недвижимости, какие документы нужны для ее приобретения? И вообще сложна ли эта сделка? В общем-то, от сделки по приобретению жилой недвижимости она отличается не сильно. Документы – это правоустанавливающие, техническая документация. Не нужна только по квартирной карточке, в отличие от квартир. А так сделка похожа, несложно. Гораздо сложнее выбрать коммерческую недвижимость, выбрать ее правильно. Вот здесь, я считаю, нужна помощь эксперту. А подскажите несколько советов, дайте, как действительно правильно выбрать коммерческую недвижимость. В первую очередь нужно проанализировать рынок. Нужно проанализировать цены и нужно понимать, для чего вам нужна эта коммерческая недвижимость. Хотите вы ее сдавать в аренду или там организовать собственный бизнес. Если эта недвижимость нужна для организации собственного бизнеса, соответственно, нужно изначально учесть, нет ли каких-то препятствий, тем более, если бизнес лицензии, чтобы ее получить и вести эту деятельность именно на этой коммерческой площади. Также нужно обязательно принимать его внимание, если это покупка коммерческой недвижимости на вторичном рынке, как скоро здание, где находится коммерческая недвижимость, потребует ремонта, прежде чем сделать вложение. Ну и, естественно, изучить пакет документов. Марина, я предлагаю перейти к нашей рубрике «Видео вопрос». Как купить коммерческую недвижимость по реальной рыночной цене? Ну, если вы обращаетесь в агентство недвижимости, соответственно, менеджер, который занимается именно коммерческой недвижимостью, всегда вас ориентирует и подскажет, где лучше, в каком районе вам приобрести коммерческую недвижимость с той целью, что вы хотите там организовать, еще раз повторюсь. То есть это собственный бизнес, либо аренда. Соответственно, в первую очередь, учитывая местоположение. Это вообще возможно приобрести коммерческую недвижимость по реальной цене, без каких-либо агентских сборов и так далее? Ну, конечно, да, по реальной рыночной цене возможно приобрести. Но агентство в любом случае возьмет свою комиссию за помощь в подборе. Но, как я считаю, что если вы обратитесь в агентство, вам эта недвижимость обойдется дешевле. То есть вы выберете именно то, что вам нужно. Вы не ошибетесь уже с документами, не ошибетесь с месторасположением. И эксперт вам поможет учесть все факторы, чтобы вы могли эту недвижимость использовать именно по ее назначению. То есть лучше обратиться к специалистам? Я думаю, что да. Потому что в покупке коммерческой недвижимости важно учесть много факторов. Давайте посмотрим следующий вопрос. Сколько стоят услуги агентства по подбору площади в аренду для офиса? Вот как раз соотносится с предыдущим вопросом. Услуга по подбору площади для офиса стоит 50% месячной арендной платы, но не менее 10 тысяч рублей. Достаточно невысокая цена для того, чтобы клиент не тратил свое личное время, не обзванивал интернет, не искал по газетам. Эксперт сразу же предложит ему несколько вариантов и привезет, то есть также будет сопровождать его на заключении договора аренды. Говоря об аренде коммерческой недвижимости, какими документами она подтверждается? Аренда коммерческой недвижимости подтверждается договором аренды. Договор аренды может быть краткосрочным на 11 месяцев, либо с регистрацией в Росреестре больше одного года. То есть его составляет сам арендатор вместе с арендодателем, либо лучше обратиться к специалисту? Там есть разные варианты. Обычно арендодатели предоставляют свой договор. Если это государственное учреждение, то тогда арендатор просит заключить уже его договор. Это согласовываем. Марина, а арендодатель может досрочно расторгнуть этот договор и на каких основаниях? Тут зависит от того, что прописано в договоре. Естественно, может в случае нарушения, в случае, если поменялся рынок. Но тем не менее это будет не очень удобно для арендатора. А как-то может себя застраховать арендатор в таких случаях? Да. Нужно внимательно смотреть, что прописано в договоре. Таким образом арендатор себя подстрахует. Но опять же, если сопровождается сделка экспертом, то все эти нюансы будут учтены. Марина, давайте вновь обратимся к вопросам от горожан. Возможно ли купить жилое помещение и перевести его в коммерческое после сделки? На самом деле актуальный вопрос о переводе некоммерческого в коммерческое. Возможно ли это? Да, согласна. На сегодняшний день он актуален. И очень многие клиенты приобретают жилые квартиры на первых этажах, а затем переводят их в коммерческие. Таким образом они экономят на стоимости квадратного метра, потому что жилая квартира стоит дешевле, чем коммерческая площадь. Но только нужно учитывать обязательно, что перевод не так уж прост. Могут быть определенные препятствия, потому что нужно пройти достаточно много согласований. Это согласование с мэрией, с ГИБДД. Нужно согласовать все коммуникации, которые находятся рядом, когда будет делаться отдельный вход. Вот эта процедура занимает где-то до полугода. Марина, а наоборот, коммерческую недвижимость можно перевести в жилое помещение? Насколько это сложно? Ну, это не сложно. Такие варианты тоже есть. Теоретически это возможно, но такая услуга меньше пользуется спросом. Наверняка, да. Это редкость. Я предлагаю узнать, о чем спрашивают наши телезрители, которые прислали письма по адресу info.sobaka.ps29.ru В чем разница между просто покупкой коммерческой недвижимости и покупкой с передачей прав аренды? Такой вопрос. С передачей прав аренды это означает, что на данной коммерческой недвижимости находится арендатор с действующим договором аренды. Вместе с переходом права на коммерческую недвижимость к новому собственнику приходит и арендатор. Еще один вопрос от наших телезрителей. Если собственником нежилого помещения является пенсионер, есть ли льготы по налогам при продаже помещения? Насколько пенсионерам легче в этом аспекте? Ну вообще нет. То есть по коммерческой недвижимости нет льготы по налогам и при продаже коммерческой недвижимости даже пенсионер заплатит полный налог. Если это индивидуальный предприниматель на упрощенную систему налогообложения, то 6% либо 13% дохода минус расходы. То есть у пенсионеров льгот нет. Марина, а можно ли приобрести муниципальное помещение коммерческое в собственности? Да, можно и вам нужно выкупить у мэрии. Каким образом, насколько сложен этот процесс? Ну он не так уж сложен. Заключаются договоры, определяется график выплаты за это помещение, его стоимости. И помещение переходит в собственность к физическому лицу. Марина, спасибо вам большое за ваши ответы. Ждем вновь вас в этой студии. Спасибо. В нашей студии была генеральный директор агентства недвижимости 21 век Марина Ковалева. Мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и портале Правда Севера. Пишите нам на адрес info.sobaka.ps29.ru. До встречи. Вопрос на миллион. Субтитры сделал DimaTorzok